Добрый день, уважаемые тяжелоатлеты и любители силовых видов спорта! Вас приветствует видеоканал сайта Мир Тяжелой Атлетики. Я, комментатор Алексей Безбородов. И сегодня вместе с вами мы будем наблюдать за коммерческим турниром Золотой Олимп. 17 ноября 2013 года. Вторые по счету соревнования, которые проводятся в городе Видное. Турнир этот коммерческий. Помимо классического награждения за победу и второе и третье место в каждой весовой категории, в этом турнире награждается пятерка тяжелоатлеток или тяжелоатлетов в абсолютном первенстве. Награждаются они денежными призами, подарками от спонсоров. Определяется победитель и призеры в абсолютном первенстве по так называемому коэффициенту Синклера. Это специальный коэффициент, который позволяет выровнять результаты участников легких весовых категорий и более тяжелых весовых категорий. Также спортсменки награждаются денежными призами за установление рекордов этих соревнований. Об этом чуть-чуть попозже. Сейчас на ваших экранах представление участниц девушек. Именно они первыми будут выходить на помост. 8 спортсменок вышло из разных городов России. О каждой из участниц мы поговорим подробнее, когда они будут выходить, выполнять свои подходы. Итак, первая выходит на помост Петрова Наталья. Спортсменка из Москвы. Не так давно начала она заниматься тяжелой атлетикой. До этого увлекалась кроссфитом, модным течением. Ну и сейчас переключилась именно на олимпийский вид спорта. Тренер Петровой Натальи Соломатин Александр Олегович. И Петрова Наталья считает, что ее основные достижения все впереди. Вот мы видим, что достаточно легко справляется она с весом. Наталья Петрова весит 51 килограмм 850 граммов. И справилась в рывке с результатом 33 килограмма. Затем 36. И 38 килограммов. Все три попытки успешные. Ну а у нас вес на штанге немножко подрос. И 45 килограммов. Пурдик Ирина. Спортсменка из города Видное. Выполнила первый подход. И сейчас 51 килограмм на штанге. Это ее третья попытка. Прошу прощения, это была вторая попытка. Ну а сейчас 51 и третий выход на помост. Фурдик Ирина до тяжелой атлетики занималась футболом и гимнастикой. В штангу пришла в 14 лет. Пригласили подруги. Чемпионка первенства Московской области среди молодежи. Победитель второго этапа спартакиады участник. Тренер Корытько Алексей Владимирович. Видим результат его работы. 51 килограмм. Успешно справляется. Фурдик Ирина. Ну а у нас на штанге 60 килограммов. И на помост выходит спортсменка из Воронежа. Мухлынина Алина. Это ее первый выход. Как мы видим очень легко справилась с этим весом Мухлынина Алина. Это и понятно. Она является чемпионкой первенства России. И сейчас на штанге 65 килограммов. Мы видим также легко справляется с весом. 70 килограммов. И первый выход на помост Ломовой Оксаны. Спортсменки из города Видное. Тяжеловато справляется Ломова Оксана с этим весом. Но тем не менее попытка засчитана. И у нее есть еще два подхода в запасе. А тем временем у Мухлынина Алина второй подход 70 килограммов. До этого на 60 и 65 килограммов успешно. Ну и в прекрасном стиле справляется. До тяжелоатлетики занималась фигурным катанием. В зал штанги пришла в 13 лет. И как ни странно привела ее туда ее тетя. Ну как видим сейчас Мухлынина Алина входит в состав сборной России. Ломова Оксана. Второй подход. 75 килограммов. Первая попытка была очень тяжелой. Ну да, видим мы, что вторая ничуть не легче. И по-прежнему тяжело. И в этот раз неудачно. Ну у Ломовой Оксаны есть еще одна попытка. Чуть ранее мы видели Щеголеву Наталью. Спортсменку из города Видное. 75 килограммов ей не покорились. И сейчас второй подход. Будет исправлять ошибку. Допущенную в первом выходе. Ну что ж, Щеголеву Наталья справляется. С весом 75. И теперь очередь за Ломовой Оксаной. Ломова Оксана. Кандидат мастера спорта. Смотрите, как тяжело. Тянет ее влево. Ну, сумела совладать. Да, отлично. Ломова Оксана. Кандидат мастера спорта. Чемпионка Московской области. Была и в сборной России. По боб с лею. А у нас тем временем на помосте была Лубина Мария. Из Санкт-Петербурга. Чемпионка Европы среди юниорок. Видели, как легко справилась она с весом 80 килограммов. Но сейчас Щеголева Наталья те же 80, но неудачно. И таким образом Наталья Щеголева закончилась с результатом 75 килограммов. Лубина Мария. Второй подход. 81 килограмм на штанге. Очень легко. Ну и к третьему подходу Лубина Мария заявила 87 килограммов. И легко справилась с этим весом. Кондрашова Яна. Спортсменка, которая выступает за Люберецкий район, поселок Малаховка Московской области. В прошлом выступала за Казахстан и была 15-кратной чемпионкой этой страны. Ну, в 2009 году переехала в Россию. В 2009 году Кондрашова Яна была серебряным призером чемпионата мира среди юниоров. Ну, сейчас выступает за Россию. Диана Ахметова. Первый подход. 90 килограммов. Справилась, но судьи не засчитали, потому что опустила она штангу раньше команды. 95 на штанге. Яна Кондрашова. Второй подход. 93. 93 килограмма на штанге. Второй подход. Кондрашова Яна справляется. Диана Ахметова. 94 килограмма заявляет. Несмотря на то, что в первой попытке вес был не засчитан, но тем не менее она прибавила 4 килограмма. И в этот раз фиксирует вес. Еще одна попытка осталась у Яны Кондрашовой. Выходит она на штангу весом 95 килограммов. Ахметова Диана заявила 97. Ну, Яна Кондрашова. Смотрим. Справляется. Справляется Яна Кондрашова с весом 95. В 10 лет пришла в тяжелую атлетику. Уже кучу титулов выиграла. В данный момент ее тренируют два тренера. Семин, Роман Николаевич и Кондрашов Юрий Степанович. Ну, а Диана Ахметова 97 килограммов. В третьем подходе неудача. Ну, что ж, посмотрели мы первое упражнение рывок. Соревнования на этом турнире проходят очень-очень динамично. Интересно спортсменам, интересно зрителям. И в отличие от некоторых соревнований, где все достаточно скучно, монотонно, зрители, которые приезжали на этот турнир, не скучают. Не скучают. Только положительные отзывы дают. Ну, а у нас Петрова Наталья. 50 килограммов. Это ее второй подход. Да, фиксирует. И третий подход идет на вес 52 килограмма. Нет, не получилось. Ну, что ж, молодая спортсменка, у нее еще все впереди. А у нас на помост выходит фурдик Ирина. Местная спортсменка из города Видное. Легко берет на грудь. И справляется. Вес штанги 62 килограмма. Фурдик Ирина заявляет 64. Одна из самых молодых участниц на этих соревнованиях. Тренер фурдик Ирины Корытько Алексей Владимирович. Один из организаторов турнира «Золотой Алим». Ух, как тяжело. Не сумела зафиксировать фурдик Ирина штангу. Хотя очень-очень близка была к успеху. И третий подход. Те же 64 килограмма. Фурдик Ирина. Город Видное. Московская область. Ну что ж, в этот раз справляется фурдик Ирина с весом 64 килограмма. И заканчивает выступление на этом турнире. А у нас Мухлынина Алина. Первый выход на помост. 80 килограммов. Четко фиксирует. Да, легко поднимает спортсменка. Столь тяжеленный снаряд. 85 килограммов на штанге. Ну вот сейчас мы можем наблюдать технику спортсменки уровня сборной команды. Все идеально, как в учебнике. 90 килограммов. Ломова Оксана. Город Видное. Московская область. Первый подход. Тренер Бородулин Валерий Анатольевич. Также один из организаторов турнира «Золотой Олимп». Видим мы плоды работы. 90 килограммов. Ломова Оксана. Легко, легко справляется. Ну и третий выход Алины Мухлыниной из Воронежа. 90 килограммов. Берет 90 килограммов. И все три попытки в рывке и в толчке у Мухлыниной Алины удачны. Щеголева Наталья. Город Видное. Московская область. Призер чемпионата Центрального федерального округа. Обладательница Кубка Московской области. И победительница различных турниров. Зафиксировала. На вес. Но у нас Оксана Ломова. Второй подход. И вес на штанге 95 килограммов. Берет Оксана Ломова на снаряд. И еще одна попытка остается в запасе. Щеголева Наталья. Те же 95 килограммов. Тренер Щеголева Наталья Шестаков Владимир Николаевич. Наталья учится на третьем курсе колледжа архитектурных дизайна и реконструкции. Фиксирует 95 килограммов. И выход Ломовой Оксаны. Ломова Оксана. Мама троих детей, между прочим. И вот, видимо, покоряет такие огромные веса. 97 килограммов. Не без труда, но фиксирует. Судьи веса считывают. И все три попытки у Ломовой Оксаны удачные. 90, 95 и 97. Сумма 172 килограмма. Щеголева Наталья. Третий подход. Третий подход. 98 на штанге. Берет этот вес Щеголева Наталья. И на один килограмм обходит Ломову Оксану. Лубина Мария. 100 килограммов. Первый выход на помост. Легко справляется с этим весом. Яна Кондрашова. Яна Кондрашова. Одна из тех спортсменок, кто будет бороться на Кубке России, который пройдет через месяц в Орле. Ну и сейчас набирает, набирает Яна Кондрашова спортивную форму. Начала с веса 105 килограммов и легко справилась с ним. Лубина Мария, Санкт-Петербург. 107 килограммов. Второй подход. По-прежнему легко. Ахметова Диана. Город Уфа. 110 килограммов. Первый подход. Мария Лубина заявила 111 килограммов для третьего подхода. Ну, Ахметова Диана легко справилась в первой попытке с весом. На те же 110 килограммов во втором подходе идет Яна Кондрашова. Айо. 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 И еще одна попытка остается у Яны в запасе. Мария Лубина. 111 килограммов. Третий подход в толчке. Давай, давай. Давай. Теперь подоши его. Не нога. Фиксирует. Фиксирует 111. И набирает сумму 198 килограммов. Лубина Мария выступает в весовой категории до 58 килограммов. Ахметова Диана. Заявила для своего второго подхода 116. Ну, а пока третья попытка Яны Кондрашовой из города Люберцы. 114 килограммов. Ну, что ж, смотрите. Фиксирует Кондрашова Яна 114. Она выступает в весовой категории до 63, как и Диана Ахметова. Диана Ахметова в рывке проиграла. Яне Кондрашова 1 килограмм. Ну, сейчас подходит на вес 120. Да. И этот самый килограмм она уже запасом отыгрывает. Плюс у нее есть еще одна попытка в запасе. На 120 килограммов. Заявка для третьего подхода у Дианы Ахметовой. Дожилась команду и справилась с весом. Ну, что ж, на этом соревнования женщин у нас закончились. Нам осталось дождаться церемонии награждения. Уже понятно, кто какое место занял в своей весовой категории. И осталось посчитать коэффициенты, чтобы определить победителей в абсолютном первенстве. Ну, а на ваших экранах показывают выступления, конкурсы. Конкурсы для зрителей. Которые были сделаны организатором. Как для мужчин, так и для женщин. Видимо, и участницы, которые только от выступали, также были приглашены для участия. Всем выступавшим в конкурсах были подарены призы. И вообще, этот турнир, видим мы, как набирает обороты. Уже его узнают. Есть определенная символика. И участники гарантированно знают, что они получат хорошее настроение не только от выступлений, но и от атмосферы, и от подарков, которые будут подарены. Да, ну, видим мы, вот, выступавшие девочки, наверное, могли поднять и побольше. Потому что энергия у них еще осталась, чтобы попрыгать. Ну, что ж, пьедестал почета. Турнир по тяжелоатлетике «Золотой Олимп». Сначала награждение по весовым категориям. Не так много участниц. До 58 килограммов. Третье место у Петровой Натальи из Москвы. 38 килограммов рывок. 50 толчок. На втором месте спортсменка из Воронежа Мухлынина Алина. 70 килограммов в рывке, 90 в толчке. И на первом месте в весовой категории до 58 килограммов. Лубина Мария. 87 рывок и 111 толчок. А мы видим, награждение проводит олимпийский чемпион Берестов Дмитрий, который постоянный гость на турнире «Золотой Олимп». И мало того, чуть позже мы увидим его в качестве спортсмена, который будет выходить на помост. Вот так уже одно это говорит о высоком статусе этих соревнований. Ну что ж, Лубина Мария. Первое место. Заслуженная медаль. Прекрасно организован этот турнир. И пока у нас будут подниматься на пьедестал спортсменки в следующей весовой категории, хотелось бы сказать несколько слов благодарности людям, благодаря которым этот турнир состоялся. Ну, во-первых, хочется сказать спасибо Бородульну Валерию, старшему тренеру-преподавателю отделения тяжелой атлетики в училище Олимпийского резерва «Олимпа». Тренеру высшей категории, мастеру спорта СССР, судье международной категории. Конечно же, огромная благодарность Захарову Александру, мастеру спорта России по тяжелой атлетике, 13-кратному победителю чемпионатов и первенств Московской области, рекордсменов Московской области и владельцу и главному организатору сайта хейда.ру «Мир тяжелой атлетики». Ну, а у нас на пьедестале спортсменки весовой категории до 63 килограммов, на третьем месте фурдик Ирина, 51 килограмм в рывке, 64 в толчке, на втором месте Яна Кондрашова из города Люберца, 95 килограммов в рывке, 114 в толчке и Диана Ахметова, первое место, 94 в рывок и 120 в толчок. Продолжим благодарности организаторам. Я думаю, они заслуживают этого, потому что женские соревнования, мы видим, прошли очень интересно, неплохие результаты и очень сильный подбор участниц. Крычко Алексеев, тренер города Видное, победитель многих турниров по тяжелой атлетике, кандидат в мастера спорта по пауэр и лифтингу. Марков Андрей, чемпион Европы до 16 лет, далекого 95-го года, мастер спорта по тяжелой атлетике, победитель первенства России до 16 лет. И благодарность Филатову Сергею, мастера спорта России, чемпионному призеру чемпионата в Московской области. У нас наградили спортсмена к весовой категории свыше 69 килограммов, Ломову Оксану на втором месте, Щеголеву Наталью на первое. Щеголева Оксана всего лишь на один килограмм обошла свою подругу по команде. Ну и теперь награждение денежными призами в абсолютном первенстве. Пятое место, Щеголева Наталья. Город Видное. Четвертое место. Мухлынина Алина, Воронеж. И тройка. Кондрашова Яна. Город Люберцы. Лубина Мария. Город Санкт-Петербург. И первое место Ахметова Диана. Город Уфа. Кстати говоря, Ахметова Диана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова